Ну, прекрасно, тогда давайте начнем. Ну, сегодняшнее мое сообщение, оно достаточно краткое, хотя материала огромное количество, будет посвящено некоторым спорным вопросам нового вируса, вот этого SARS-CoV-2 и самой болезни. Дело в том, что план сообщения такой, что мы рассмотрим особенности этого вируса, некоторые неоспекты опилактики и принятые политические, эпидемиологические решения, инфодемию так называемую, затем последствия для системы здравоохранения и вообще после пандемического устройства мира. Это не совсем может быть последние темы медицинские, но они очень важны для самой системы здравоохранения. Но прежде всего сам коронавирус, понятно, что это так называемая антропозаонозная инфекция, их таких вот вероятных угроз для человечества где-то 10, из них всего лишь одна – это коронавирусы. Причем из пяти коронавирусных родов два являются для человека опасными. И понятно, что они так кажутся вирусологам, что они произошли как раз от лепучих мышей, может быть и каких-то других промежуточных хозяев, но способны инфицировать человека фактически без дополнительной адаптации через какие-то другие виды животных. И до 2002 года полагали, что коронавирус – это возбудители очень высоких заболеваний, респираторно-вирусных заболеваний острых, с очень редкими летальными исходами. Ну уж совсем когда крайний случай. И вот таких вот вирусов четыре гуляет в природе человеческая, и их примерно 2% в год поражаются этими вирусами в период сезонных в основном эпидемий. Но это было до 2002 года, когда возник первый тяжелый респираторный синдром тоже в Китае, в провинции Гуандун, а потом через 10 лет в Саудовской Аравии, ближневосточный синдром, стали говорить о том, что эти коронавирусы достаточно опасны. Хотя надо сказать, что умерло не так уж и много людей в то время, где-то чуть больше полутора тысяч человек. И это до уровня пандемии это не дошло. Но эти две инфекции, на них набросились, начали разрабатывать самые разнообразные тоже вакцины. Лекарства, правда, не разрабатывали, просто применяли. Но эти две инфекции каким-то необъяснимым образом исчезли. Гуляют ли они в нашей популяции, нет ли их в нашей популяции, что называется «История умалчивая». Ну и последнее событие, которое все вы прекрасно знаете, это так называемый уханьский вирус. У меня есть сомнения в этом. Он как раз и вызывает наибольшее беспокойство. Потому что, во-первых, не установлен его источник. Хотя гуляет предположение, что это все-таки рынок в городе Ухань. Но доказательств этого нет. Важно, что сейчас это человеческий вирус, который распространяется между людьми и очагами инфекции. К сожалению, становятся и стали достаточно давно медицинские учреждения. В чем дата перехода вируса от животных к человеку, тоже дискутируется. И вот последние данные Института генетики, университетского колледжа Лондона, они говорят о том, что примерно 10 мутаций от общего предка произошло. И когда вычисляли дату перехода вируса от животных к человеку, это где-то октябрь-ноябрь 2019 года. Ну, это они считают, что согласуются с тем, что 17 ноября первый случай появился. И они делают вывод, что в Китае только часть этого глобального разнообразия, а локальные эпидемии, каждые, они были вызваны большим количеством независимых совершенно случаев заражения вирусом. Вирусом и через несколько недель после начала в Китае. Вирус этот путешествовал. И сформировалось таких три стойких очага вируса. Один это китайский или юго-восточной Азии. Второй очаг европейский, четкий очаг. И американский очаг, который делится на два очага. Западного побережья и восточного побережья. Почему? И вакуумский вирус начал прилично мутировать. И фактически есть несколько десятков уже считается штаммов, которые отличаются по патогенности. Причем более злой вариант в Европе и на востоке США, а менее злые в других частях нашей планеты. И даже дошло до того, что есть статья, которая говорит о том, что есть так называемый добрый вирус-вирус из Кореи, который утратил часть своей патогенности, вот эту С1-С2 вставку, которая для протеаза нужна. И поэтому там такая низкая летальность и низкая заражаемость. Причем очень хорошо раскручена вся история с вирусом. Появляются очень серьезные обобщающие статьи. Вот эта статья из eLife, даже где коронавирус второго типа разобран по цифрам. Кому будет интересно, может зайти в эту публикацию и посмотреть, что там интересно. Кое-что тут уже устарело или неправильно, но в целом дает такое общее представление о том, что такое течет, какова стабильность вируса, какая прогрессия, какой антительный ответ и так далее. И вторая публикация, которую стоит посмотреть, это в журнале Cell клетка. Тоже довольно хорошая обобщающая статья и по структуре вируса, и по его поникновению, по размножению, по возможным агентам против него, по иммунному ответу, куда он попадает, что повреждает. Вот, ну, достаточно хорошая, красивая такая интересная статья. Что тут немножко удивляет? Первое, то, что риск заразиться коронавирусом от родственника оказался меньше, чем от чужих брака. Это исследовали немецкие ученые в таком закрытом городке, который быстро был изолирован от других. И там можно было семейный анализ провести. Выяснилось, что стопроцентной заражаемости нет, мало того, она ниже 50%, а если в семье 3-4 человека, то от 35% до 20% заражается. То есть каждый пятый заражается этим вирусом. Ну и сделан вывод, что возможно это среди либо слабого, так скажем, формирования иммунитета на слабое воздействие, либо что это уровень Т-клеточного иммунитета, который определяется тестами на антитела, но способен при этом защитить от проявления инфекции. Помните вот эту историю про БЦЖ, которая говорит о том, что там именно клеточный иммунитет позволяет защищаться от возможного проникновения других вирусов. И вторая вещь, которая интересная только что появилась в том, что те доноры, которые сдавали кровь с 15 по 18 год, когда мы об этом вирусе ничего не знали, в Сарсе 2, что доноры, их лимфоциты реагируют на антигены вируса. То есть они с ними не встречались с этим антигеном, а на него реагируют. Но эти предполагают ученые, что это либо кросс-реактивный иммунитет, поскольку там были проведены еще выявлены антитела на другие коронавирусы и получили положительный результат на эти антитела. Но есть и то, что скорее всего еще и есть кроме кросс-реактивного иммунитета и Т-клеточного иммунитета. Еще одна загадка, которая была, поначалу была паника, что те люди, которые применяют препараты по увеличению активности ангиотезин, превращающего фермента 2, от СЕ2, которые долго о нем говорили, и что надо не принимать лекарства, потому что это угроза заражения. Но дело в том, что, во-первых, этот фермент драматически падает в период старения, как у человека, так и у мыши, это доказано. И вообще-то он такой протективный при старении фермента. И тогда родилась такая концепция, что поскольку его количество падает при заражении коронавирусом, то надо лечить как раз рекомбинантными ангиотезин превращающими ферментами, и тогда это вот поможет в лечении. Вопрос остается открытым, но важно, что через этот как раз фермент, это ворота открываются вируса в организм. И вторая вещь, которая, еще одна вещь, которая очень интересна, еще в январе Воробьев, Павел Андреевич, он предположил, что при этом заболевании развивается ДВС-синдром. Пожалуй, один из первых в мире предположил это. И действительно, в конечном итоге, спустя два месяца стало понятно, что много данных о нарушении свердывания крови и методах коррекции начали накапливаться данные. И вот эта методика, это предположение, жаль, что она не была широко опубликована в иностранной печати, оно позволило спасти жизни у довольно многих тяжеловольных. Вторая вещь, которая недавно стала известна и будет опубликована в нашем журнале «Вестник» в Российской академии «Нет наук», это статья Кубанова и Дерябина о том, что, скорее всего, COVID-19 – это некий вирусный воскулид. И, соответственно, ангиогенный отек легкого возникает в средстве этого воскулида. И тогда становится понятным, почему при этом заболевании резко возрастает количество инсультов и инфарктов, потому что ДВС-синдром развивается, и он приводит, объясняет то, что по госпитальной статистике США, за две недели, когда развивался COVID-19 в Нью-Йорке, в семь раз больше случаев инсульта было у людей в возрасте моложе 40 лет. Это очень серьезные данные, которые тоже надо иметь в виду. И вот днями появилась еще одна статья, которая проливает еще больший свет на то, что же происходит. Почему у старейшего поколения чувствительность выше, чем у молодых? Дело в том, что сосудистая стенка, естественно, у людей в возрасте, она менее стабильная и повреждается больше, чем у молодых людей. А под эндотелием лежат перициты, которые как раз, как теперь выяснено работами шведских ученых, обладают максимальным количеством рецепторов к COVID-19, то есть ангиэнтензин превращающего фермента А2. И, соответственно, там начинается как раз вот этот процесс повреждения и стенки, и внедрения вируса, и, соответственно, и повышение свертываемости крови. Это важная вещь. Причем во всех этих механизмах, мы это хорошо знаем, как ученые, которые занимаются этим, работают активно, называемые активные формы кислорода или свободно-радикальные продукты, которые повреждают как раз в дальнейшем эту стенку. Поэтому, если говорить о моем таком, конечно, не практическом, а теоретическом больше предложении, надо очень серьезное внимание обратить на антиоксиданты, которые как раз и регулируют этот процесс свободно-радикального окисления. Они известны, эти антиоксиданты. Сейчас все больше появляется данных, что их начинают потихонечку применять. И это очень важно. Такие, как тверцетин, витамин С и Е, и донатовые САЖ-группы. Это еще ТАПЛ в 70-х годах вначале предлагал для лечения пневмонии. Пришественники или сам глютатион, который тоже работает в этом смысле. Очень интересный препарат астоксатин, который получают сейчас из морских, в том числе, водорослей и млекопитающих. Это очень важная вещь. Ну и, конечно, такие антиоксиданты, как мелатонин, цинк и витамин. Ну, я не беру другие вещи. Еще один дискуссионный вопрос, который остается, на который пока мы не можем получить ответ, это работают ли неспецифические вакцины. Потому что специфических вакцин нам ждать еще очень много. А работают ли неспецифические вакцины? Ну, вы знаете уже информации, что может быть обладает защитным эффектом БЦЖ, хотя израильтяне заражаемость не подтвердили, что заражаемость изменяется. Они не смотрели течение болезни, что БЦЖ, вот у привитых-непривитых, там разницы в заражаемости нет. Но не по течению. Затем, кто в этом академии говорил иммуновак, ВП-4, который стимулирует, в том числе активизирует, в том числе мукозальный иммунитет, о котором почти ничего не говорят, а вообще-то хорошо бы знать, что там происходит. Ну и сейчас начались, как вы знаете, испытания полиомиелитной вакцины, которая может иметь кросс-реактивность для, в том числе, коронавирусов. Хотя мы вроде бы все привиты от полиомиелита, начиная с детства. И может быть, она и свидетельство того, что такая не очень высокая смертность у нас в России от коронавируса. Ну и еще одна вещь, которая важна, это принятые политические решения, эпидемиологические решения. Инфодемия сначала игнорированная, а потом паника в связи с развитием эпидемии, затем пандемии коронавируса. Но все имеет свою стадийность, как и болезни. Инфодемия тоже имеет свою стадийность. Ну, прежде всего, сначала появились данные Всемирной организации здравоохранения, что, в общем-то, все нормально, ежегодно регистрируют 2 миллиарда инфекционных заболеваний, 12 миллионов от этого погибает. В чем ежедневно погибает 50 тысяч человек. Ну и, значит, в общем-то, ничего в общем ряду. Опубликованы были данные о том, что за месяц сколько умирает от разных заболеваний. Эти данные тоже, в общем-то, известны, что тогда, когда они были опубликованы, было всего где-то порядка 5 или 7 тысяч смертей от коронавируса. А говорилось о том, что вот 40 тысяч от гриппа только помирает в месяц. В год это 500, считается, тысяч. От гриппа его осложнение. Вот. Это как бы успокаивало народ. Американцы даже в американском медицинском, в журнале Американской медицинской ассоциации в феврале, в конце февраля, выпустили даже такую сравнительную оценку, что в США всего 14 случаев диагностика заболеваний, а гриппа 29 миллионов, причем 16 тысяч уже смертей. Ну, тоже такая, мол, чего мы думаем о каких-то там странных болезнях. Вот. Приводились графики о том, что по сценарию, который в Китае развивается, тоже февральская, что пессимистично сценария там нет, все оптимистично идет актуально, по актуальному сценарию оптимистичному. И, в общем, тоже, ну, может и не стоит волноваться. Но, в то же время, в Европе та же самая Меркель заявила, что вообще-то угроза, что переболеет больше половины населения. Вот. Ну, правда, ее быстро успокоили. Не-не-не-не, сказав, что 80%, как и потом, подтвердилось будет без симптомов. Вот. Так что вот эта озабоченность все-таки была. Ну, и особенно, конечно, в Китае, который серьезно стал административно давить эпидемию. И даже замок директора Петербургского института Семенов заявил, что я видел Китай без китайцев в своем одном из интервью. Есть успехи в борьбе с остановкой, так скажем, этого заболевания. В Корее общее число больных всего лишь меньше 12 тысяч, а умерших 263. Причем в основном старше 70 лет. Но там было сделано очень правильно. Там 42 члена религиозной ассоциации быстро были локализованы. Вот. Все контакты выявлены. И фактически очень быстро удалось карантинными организационными мероприятиями это все локализовать. Такая же ситуация была во Вьетнаме. Сходная ситуация была в Израиле, когда вот этими карантинными мероприятиями удалось все это сделать. Причем там были очень серьезные карательные меры. Ну а в США следили за тем, как развивается. Вот 3, 11 марта, 29 марта, в Америке смертность от коронавируса вышла на первое место, что заставило их уже достаточно серьезно волноваться. Ну и сейчас вы знаете ситуацию, я не буду ее вам детализовать. В России были приняты поначалу достаточно хорошие меры, правильные, закрыто сообщение с Китаем, введен режим контроля в аэропортах и других точках прибытия, их количество было минимизировано. Но частично только были организованы обсерваторы, и люди разбегались, не имея, что называется, слежки за собой, разбегались по территории. Строгая локализация прибывших контактов не была сделана, и мало обращали внимания поначалу на прибывших из Европы. Хотя план карантинных мероприятий и предупреждения завозы распространения в той же самой Москве, а следовательно и в стране, был уже в январе-феврале разработан. Я, честно говоря, даже в него не верил, когда познакомился, но они, это то, чего постепенно реализовывалось, может быть, с некоторым даже запозданием. Но тем не менее, это до введения режима ЧАЭС, когда закрывались предприятия, общественный транспорт, ограничения работы, комендантский час, но он его не велик, слава богу, но и хорошо. Ну и что нам ожидать для системы здравоохранения и для постпандемического устройства мира? Ну, прежде всего, можем ли мы предотвратить будущее пандемии? Думаю, что нет, хотя готовиться к этому надо, и, соответственно, для ученых, ученым, который занимается занозными вирусами или антропозанозными в потенциале вирусами, надо, конечно, давать серьезные деньги, чтобы они провели таксономию, выявили, где есть потенциальные очаги угрозы, и, соответственно, тогда советом разрабатывать противовирусные препараты, методы диагностики против определенных групп инфекций, потому что они все равно будут появляться, но мы должны быть к ними готовы. Вторая вещь, это нужно пересматривать, есть так называемый индекс глобальной безопасности здравоохранения, который подсчитывается ежегодно, и страны ранжируются по признакам, насколько безопасны они для распространения таких инфекций. Наша страна в этом среди 195 стран на 63-м, вместе с достаточно неприятным индексом, нас не очень жаловали. Посмотрим, что произошло в результате. В 2019 году в конце этот индекс был опубликован, посмотрим, что произошло. Первые 15 стран они блистательно провалили все противоэпидемические мероприятия и спасение жизни своих граждан, за исключением Австралии, ну нейтрально можно сказать Канада и Таиланд, и Финляндия. Все остальные практически провалили тест на безопасность здравоохранения. А такие страны, как Китай, Вьетнам, который находится в 50-е, 51-е место, ну Россия, будем чуть-чуть позже считать, Израиль, Индия, они в плане готовности к противоэпидемическим мероприятиям и мобилизации системы здравоохранения, они оказались почему-то лучше наших лидеров. Ну и в марте Всемирная организация здравоохранения уже немножко по-другому ранжировала готовность стран к распространению коронавируса, но правда, здесь пока еще Америка и Канада, они находятся в зоне, как бы, благоприятной, что впоследствии не подтвердилось. Ну и, конечно, за этот период пришлось организовывать систему здравоохранения, потому что иначе бороться с коронавирусом было сложно. Система потребовала больших затрат и, так скажем, деформации нормальной системы здравоохранения. В результате, один только пример вам приведу, более, ну считается, 12 миллионов примерно операций по всему миру отложены при онкологических заболеваниях. это очень плохо, вот, и придется это как-то наверстывать, причем и в той же самой Америке, и в Китае, и у нас в стране. Мы находимся в разряде тех стран, которые до 50% операций отложили вообще при раке, а это коррозит дальнейшей, естественно, смертностью и инвалидизацией. Какие еще проблемы надо решать? Ну, прежде всего, очевидно стало, что сегодня на первый план выходит коморбидность, и поэтому вопрос пересмотра универсализации медстатистики, учета смертности, учет непосредственных причин и ряда основных патологий в статистике, тем более большие данные сегодня уже спокойно можно собирать и хранить. Вот, вторая это актуализация своевременная, то есть очень быстрая доставка информации о заболеваемых смерти и инвалидизации, которая позволяет принимать вовремя управленческие решения. Третья вещь это усиление внимания к персонализации лечения и статистике, в том числе этническому возрастному компонентам, потому что именно это позволит избежать серьезных осложнений. Еще одна вещь, которая с этим связана, это либерализация протоколов лечения. Дело в том, что если они останутся жуткими, мы неизбежно получим многочисленные судебные иски к врачам, вот, и затем врачи опять из героев превратятся в изгоев. Еще одна вещь важная, это пересмотр понятия чрезвычайных ситуаций. Критерии риска, ограничений, стандартов введения этих чрезвычайных ситуаций, так сказать, разве тоже очень важна. и стало очевидным совершенно, что подготовка управленческих кадров у нас, к сожалению, очень сильно хромает, очень сильно хромает, поэтому придется управлять в ближайшие годы серьезное внимание. Ну, про медицинский туризм мы не будем говорить. Почему я это говорю? Посмотрите, вот, избыточная смертность по странам мира и увидите, что неучтенная как бы смертность, как считается, по некоторым странам от коронавируса составляет 50%, 40%, там, 14% даже вот процентов в Индонезии, допустим, только 14% в приросте смертности они отводят коронавирусу, хотя по большинству других стран большая часть прироста смертности до мая этого года составляет все-таки где-то от 70% до 90% это все-таки коронавирус. То есть надо пересматривать. Вторая вещь это возрастная картина. Мы мало обращаем внимание на то, что превышение смертности над обычной сезонной превышение смертности у допустим подростков фактически ее нет и даже ниже смертность чем была. Видимо, потому что в силу изоляции этих подростков. А по всем остальным достаточно высокий прирост. И такая же ситуация по ряду стран подсчитанная, где вот это красное это коронавирус, а под ним горбик это от других причин. То есть вот это от других причин. Важно выяснить, что это от коронавируса с сопутствующими, или же это превышение смертности от других причин, как наказание медицинской помощи. Потому что если взять по сердечным катастрофам, то они растут по данным Соединенных Штатов, выросли достаточно прилично, в том числе потому, что не оказывалась вовремя медицинская помощь. Так, извините. Так, и еще одна проблема, которая возникает в связи с пандемией, это угроза применения биологического оружия. Вот эти закрытые границы не создают идеальную возможность применять биологическое оружие на отдельно взятой территории. Я не хочу ничего сказать такого конспирологического, но поскольку международная группа ученых вот только что создала методом обратной генетики искусственной SARS-CoV-2, который проявляет те же самые свойства, то понятно, что генетики генотехнологи научились писать инструкции и затем собирать вот эти вирусы по образу и подобию. Даже вот в 15-м году эта же группа заявила, что смогла даже усилить патогенность вируса по сравнению с дикой основой. Ну и поскольку сейчас больше ста ВОЗ определило потенциальных кандидатов вакцинных для коронавирусов, очень возникает большая опасность, что они пойдут по так называемому быстрому пути. То есть фаст-страк, который объявило США по вакцине, которую разработает компания модерна, это тоже такая достаточно опасная тенденция, потому что есть данные о том, что не опробированный достаточно образом вакцина мог вызывать больше осложнений, чем заболевание. И еще одна проблема, которая научная, которая требует очень интересного внимания, это то, что мы не знаем до сих пор, какова естественная устойчивость человека к коронавирусам, насколько в нашей человеческой популяции есть подготовленность иммунной системы человека к борьбе с этим коронавирусом, учитывая его предшествующий опыт контактирования с коронавирусами и другими сходными, так скажем, по китинному составу катагенов. Вот такая группа, новое партнерство в Англии создано, которые будут сейчас изучать как раз эти все последовательности и устойчивость генома тех людей, которые переходили в легкой или тяжелой степени или средней тяжести, и на это выделены довольно проречные деньги. Посмотрим, что получится. есть проблемы, которые с медициной связаны. Это выход из изоляции, психологические проблемы. Эта вещь дискутируется достаточно активно. Но это, думаю, отдельно должно быть посвящено этому лекции. Важно, что постулируется, что мы должны вытащить людей из этого красного очерченного овала, который отрицательной коннотации и отрицательных депрессивных психологических синдромов в верхнюю часть, которые более оптимистичны. И должен вам сказать, что когда всемирная организация за охраной пыталась подвести что же в итоге надо подводить, но что же как ковид воздействовал на цели устойчивого развития, как вы знаете, 17, то оказалось, что все эти цели вообще-то подвержены очень серьезной деформации и требуют пересмотра акций, которые проходят в рамках этих 17 целей. Одна из них это, конечно, экономические последствия, причем ущерб будет нарастать, панические настроения они развиваются, а политики органов власти не всегда способны адекватно воспринимать ситуацию. И в этой связи уже резко отрицательную, скоординированную, причем как-то не странно, роль наносят средства массовой информации, черные политтехнологии, которые теперь будут адекватироваться не на то, чтобы раздувать масштаб эпидемии, а бороться с экономическими соперниками США. И в результате вот этой пандемии по подсчетам экономистов, это журнал экономист приводит такие американские, будет падение мирового полового продукта где-то на 6%, причем пострадает больше богатые страны, а меньше всего возмущаяся экономика относится. Причем будет потеряно где-то почти 200 миллионов рабочих мест, как сказала международная организация труда. И полтора миллиарда человек потеряют очень серьезно доходы. Вот это по безработице данные, которые приводят международные источники. очень серьезный удар нанесен по образованию и вернется ли он это образование к тем стандартам, которые есть у меня, есть сомнения. То есть тут тоже будут проблемы. Расходы домохозяйств резко упали и не думаю, что они будут возрастать дальше. То есть рынок у нас будет схлопываться. Это данные по США, но я думаю, что по нашим данным будет скорее всего тоже то же самое. не думаю, что будут большие различия. Соответственно, надо ожидать банкротства, в том числе в сети. Ну, продуктовый вряд ли в сети, так скажем, вещевые. Скорее всего, будут такие проблемы. Ну, а политики они пытаются использовать пандемию на благо своего рейтинга. Допустим, при данном по пяти предыдущим таким серьезным вещам, серьезным кризисом, когда популярность президента Северных Шадов резко возрастала и призывается Трампу не утратить эту возможность приобрести популярность на данные эпидемии. Но подсчет показывает, что, к сожалению, Трамп не увеличивает свою популярность. Он, к сожалению, для него. потеряли японцы и бразильцы в рейтингах, а все остальные приобрели достаточно приличную популярность в период протекания пандемии. Плюс возникать будет, естественно, организация общества, авторитарные методы управления и контроль за обществом. И будет, конечно, роль интернета. Потому что даже данные по этим немногим месяцам показывают, что на 50-80% использования интернета выросли и по площадям, и по трафику. Но одновременно с этим появились медицинские проблемы, такие как игромания, как игра, так скажем, на деньги и порно-сайты. Но вот это тоже отрицательные вещи. Дальше пойдет социальное, скорее всего, разрастание социальной нестабильности, поскольку на социальный расход денег будет оставаться меньше после этих кризисных явлений. Вероятность смены каких-то правительств и политических возмущений. Ну и, конечно, снижение уровня жизни социально-медицинской защищенности, стоимости лекарства и изделий. Ну и низких стран друг это уже началось. Ну и даже экономист задался таким вопросом, а кто выиграл? Может, Китай все-таки выиграл в этом? Ну, не думаю, что это так. Скорее всего, проиграла мировая глобализация, кооперация, разделение труда, потому что мобильность и миграция будет снижаться, экономика падать, и, соответственно, есть угроза разрушения международных институтов регуляторных, таких, как он и его сектора во всемирной организации здравоохранения. Вот один из известных политиков, слушательный министр Австралии Кевин Руд, он как раз говорил о том, что Америка будет стремительно приводить к импотенции все международные институты, включая всемирную организацию здравоохранения, сельскохозяйственную организацию, комитет по беженцам, и, в конце концов, кроме Всемирного Международного Валютного Фонда, все остальные международные институты, то есть ИГТО, превратятся в подобие потемкинских деревень. Он, видите, знает, какое выражение потемкинские деревни. Вот, и призывает страны наиболее серьезно М7 приложить как можно больше дипломатические финансовые ресурсы для того, чтобы поддержать эту систему много многостороннюю систему международных отношений. Иначе в этом случае мир превратится в анархию. Это очень интересное заявление. Думаю, что мы с ним тоже должны согласиться. Большое спасибо за внимание. Я перебрал две минуты, но думаю, что да, сколько угодно. Спасибо. Вы знаете, я скептик насчет того, что будет вторая волна. Я скептически к этому отношусь. Знаете, почему? Дело в том, что все такие эпидемические вспышки сезонные, а я отношу коронавирус все-таки больше к сезонным эпидемическим вспышкам. острых респираторных вирусных заболеваний. Они имеют некую динамику от начала до конца, которая в случае острой вспышки где-то 3-4 месяца длится. Если это такая, которая давится карантинными другими мерами, она протекает где-то полгода, может чуть больше. Я имею в виду с точки возникновения в данной стране, я не имею в виду в мире. Тут надо брать каждую страну отдельно. И как правило они постепенно начинают затухать эти вспышки по разным причинам. Некоторые считают, что вирус начинает ослабевать и в результате он приспосабливается к человеку, человек к нему, видимо, тоже начинает приспосабливаться и постепенно вот этот момент. Второй нарастает иммунная прослойка и используется та прослойка, которая уже есть иммунная. А я абсолютно уверен, что в нашей популяции есть иммунная прослойка и она составляет не 0,1%, не 1%, как мы считаем, после того, как люди заразились или переболели коронавирусом, а скорее всего, это процентов 30. Это для любой, кстати, инфекции такая существует, так скажем, закономерность, потому что даже при ВИЧ и при гепатите С есть так называемая система самоочищения или недопущения заражения в организме. Она такая существует, причем разница по этническим и другим, по половым, в том числе параметрам, существует, но это такая естественная устойчивость есть. И поэтому я скептически отношусь ко второй волне, могу сказать вам честно. Спасибо. Ну, прежде всего, я не зря показал, что план разработан был еще по карантинизации и по чрезвычайным мерам еще в феврале месяце, а в январе мы уже закрыли границы с Китаем. То есть это было правильно сделано, но мы никак не учли, что вирус нам придет из Европы. Бумеранга очень серьезно. Вот это мы не рассчитали и поэтому может быть даже чуть позже объявили карантинные меры, чем это необходимо, но вторая очень важная вещь, мы почему-то не обратили, ну, мало, так скажем, отслеживали контактных персон, тех, которые приезжают из-за рубежа. Они каким-то необъяснимым способом разобегались, разъезжались, растворялись в пространстве и, соответственно, провоцировали новую вспышку. Вот если бы открыли, что называется, раньше обсерваторы типа петербургского конгресс-центра или гостиницы, которые пустуют все равно, если бы это делают те же самые китайцы, как это делали вьетнамцы, как это делали японцы, корейцы, которые заполняли контактными персонами те, значит, так скажем, свободные площади, которых можно было бы этих людей передержать в индивидуальном порядке, назовем так. В том числе и за плату, чтобы вы понимали, и в Израиле такое же было. Вот. Может быть, нам удалось бы избежать такого стремительного роста заболеваемости. Ну и, конечно, некоторые меры, которые предпринимались властями, они тоже были достаточно странными, когда вводилось ограничение, там, допустим, в метро допуска, и создавались дикие толпы, которые напоминали, так скажем, майские демонстрации. Вот. Ну, есть вот такая у нас тенденция, дано указание сделать так, сделаем так, а как сделать, не подумали заранее. Вот это тоже сработало отрицательно. Сегодня, мне кажется, что то, что система здравоохранения защищена, так скажем, поскольку есть уже опыт, есть карантинизация, есть и маршрутизация больных, худо-бедно, но она в большинстве территорий организована. Это маршрутизация, вспомнили, и Пирогова, и Симашка, наконец-то. Вот. И вот сейчас мы, на мой взгляд, более подготовлены, и даже если сохранится эта плата в районе там 8-10 тысяч заражающихся в день, то, думаю, система здравоохранения справится, и не будет такого катастрофического исхода. И последний буквально вопрос. Скажите, хотелось бы услышать Ваш экспертный комментарий по поводу перспективности разработки математических моделей распространения инфекции, ну, в том числе и на территории Российской Федерации. Ну, сегодня есть суперкомпьютеры, может быть, ведь важно, что закладывает в компьютер. Если в него закладывают дурные данные, то получают дурные результаты. То есть вопрос, я обратил внимание на медицинскую статистику. Если мы не нормализуем ситуацию с медицинской статистикой, много вопросов не только к России и к другим странам, огромное количество вопросов по поводу регистрации эпидемических случаев, заражений. Тут же какие параметры? Первое, тестируемость. Можно ли сравнивать в разных странах? Нет, практически невозможно. Разная тестируемость. сплошная выборочная только заболевших, только в клиниках и так далее. Вторая вещь это система коморбидности. Кого регистрировать погибшими от коронавируса, кого нет. Если человек умер, бывает такое, не от коронавируса, а у него обнаружен коронавирус, куда его записывать? В коронавирусное и не в коронавирусное. Значит, заражаемость. Вот количество, можно ли просчитать количество, ну, этот коэффициент R0, который заражаемости, да? Если его можно просчитать, то в достаточно локальных группах. Экстраполяция возможна, невозможна. То есть огромное количество привходящих параметров в эти математические модели. И когда сингапурцы пытались все это просчитать и предсказать, как вы знаете, да, они одно время как-то так очень популярны были. А потом они заявили откровенно, что они не могут просчитать все варианты распространения и динамики инфекции, и поэтому прекращают все эти эксперименты по калькуляции. Вот это вот вещь, то есть вопрос, что ты вкладываешь в эту математическую модель. результатов, ну тогда вот постфактум, допустим, осенью, заложив эти данные и высчитав систематическую ошибку, она обязательно будет по разным сторонам. Ее надо только понять, какая она эта систематическая ошибка. Вот если ее просчитать, если вложить все эти данные полученные, то может быть мы получим динамику, которая была, динамику затем иммунизации, причем я повторяю, антитела не всегда говорят о том, что человек защищен или не защищен, отсутствие антител, что он не защищен от инфекции, вот, поэтому вот это все, конечно, данные понадобятся очень сильно, и может быть в декабре, в ноябре, в декабре этого года будет какая-то сезонная вспышка, если этот вирус поселится в нашей популяции, то будут сезонные вспышки, если он не поселится, будет так, как двумя предыдущими вот этими тяжелыми коронавирусами, ну, тогда будем радоваться. спасибо еще раз, Сергей Иванович, что нашли время, благодарим вас и прощаемся. До свидания.